МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шахматы – это у меня такое... Я люблю эту игру, потому что она не только дает какую-то пользу в развитии интеллекта у человека или еще чего-нибудь. Это расслабляет такую тренировку мозговых извилин, что ли. Это заставляет человека думать, соображать. А когда человек думает, соображает, работает мозг. Когда мозг работает, он и дольше живет. Есть среди мифов Древней Греции один о том, как бог войны Марс, спускаясь с Олимпа, увидел очаровательнейшую дриаду Каису. И, чтобы завоевать ее сердце, как тактик и стратег, изобрел удивительное сочетание белых и черных клеток, белых и черных фигур. Нимфа Каисса с той поры стала десятой музой, богиней и покровительницей шахмата – самой успешной из логических и логичных игр, которой и по сей день увлекаются миллионы. Так тянется связь времен. Эдуард Островский – заядлый игрок, уже в пятом классе стал чемпионом школы по шахматам, настоящим мастером во многих видах спорта. Но настоящий его талант, талант связиста от бога, вознес будущего героя России на самую вершину Олимпа признания и почета. Стратег и тактик генерал-лейтенант Островский в самые трудные для Родины времена логически и логично налаживал связь в самых горящих точках, выигрывая партию за партией у изменчивой судьбы. Он был советником по афганской линии на Луниях. Мы однажды, когда проводили операцию «Магистраль», я ее руководил. Собственно, на фоне чего я снимался. Это кинокартина «Девятая рота». В конце 80-х, сменив уютный московский кабинет заместителя начальника гражданской обороны СССР на пылевой мундир, Эдуард Островский по приказу командования был направлен в Афганистан. Уже переданный с рук на руки правительству Наджибулы офицерами, покидающего эту горную страну, ограниченного контингента советских войск. Я туда поехал на самостоятельную должность. Я почувствовал, что от принятого моего решения будет зависеть успех того или иного дела. И я не имел права на ошибку. Я принимал решение и знал, как его выполнить. Я использовал те знания, которые дала мне Академия, дала мне служба в армии. Эдуард Георгиевич стал советником начальника связи вооруженных сил Афганистана Алимжана. В Афганистане удалось сделать нам многого. Мы, конечно, там им создали такую связь, потому что не только советническую связь делали. Мы параллельно советническую делали и не только военную связь. Мы делали и гражданскую связь. Мы устанавливали там радиорелейные станции, делали прокал линии связи, соединяли, обеспечивали связь нашему посольству. И там поставили спутниковые станции. Поставили систему хорошую связь, организовали для Наджибулы президентскую связь, сделали мощную. Во всех городах связь установили. Проехав и налетав тысячи километров, побывав в самых отдаленных и опасных точках Афганистана, Островский способствовал созданию надежной и четкой связи всех гражданских и военных объектов. В поездках по воюющей стране не раз происходили разные, небезопасные для жизни инциденты. Мы повезли эту аппаратуру туда. И остановку сделали в Шинданте. Там группу людей высадили. И в Шинданте прилетел Борис Силович Громов. И мы там с ним встретились. Он говорит, ты куда летишь? Я говорю, да взаразит. Да нахуй, черт тебе взаразит. Поехали к Шиенкову, командующей 5-й армии. Он баньку приготовил, пойдем там попаримся, все. Ну, попаримся, пошли. И я этому подполковнику говорю, езжай туда на обратном пути на следующий день. Я сяду, и мы с тобой полетим обратно. Не полечу в Заранж. А в Заранж летел новый экипаж летчика, и он не знал. Там два аэродрома было. Один наш аэродром в Заранже, один афганский. И между ними озеро было. Но озеро одно и второе. Второе озеро высохло. И этот товарищ не понял, какое озеро. И сел на аэродром на афганский. И когда экипаж вышел из самолета, смотрит, а там портрет от Аялы. Заходит в эту комнатку, где это там, смотрит от Аялы. И смотрит, эти сидят, душманы. А они назад к самолету. А те увидели, что наш самолет сел. И бензовоз поперек поставили, чтобы самолет мог не выехать. И штурман, молодой капитан, двое детей, увидел свою ошибку, понял, что это он ошибся. И тут же на месте застрелился. Жалко парня. Застрелился на месте этот самый. А остальных, конечно, всех повязали, схватили. Вот меня там не было. Я тоже там мог оказаться. Боевые афганские тропы суровыми нитями вышли на погонах полковника Островского одну большую звезду. По итогам службы в Афганистане он получил звание генерала. Не штабного, а настоящего боевого генерала, что не раз подтвердит его судьба в дальнейшем. Когда туда приезжаешь, там тупеешь от этого риска. Какое-то происходит такое чувство беспечности. Два раза стрельнули. Первое время как-то страшновато. А потом привыкаешь. Я приехал туда не совсем седым, но я оттуда вышел полностью седым. После Афганистана я стал заместителем, начальником службы Федлерско-почтовой связи. Поработал немного там, да. Но Константин Иванович, зная мой потенциал, говорит, Эдуард, давай почту, послал туда другого человека, Дурнева. Послал туда. А меня взял своим заместителем по вооружению. И вот я начал заниматься вооружением. Заместителем начальника связи по вооружению. В течение года, полутора я был замначальника связи по вооружению. А потом он меня сделал заместителем по театру, по опорной сети связи. Булгак, значит, попросил Константин Ивановича. Константин Иванович, ты можешь поговорить с Островским? Мне нужен заместитель начальника, замминистра связи. Потому что у меня главное военно-восстановительное управление, система «Горизонт» была в подчинении министерства связи. Это от Североморска с Новой Земли до Камчатки. Вот эта северная тропосферная линия связи, построенная в 43-м году по распоряжению правительства тогда еще, постановлением ЦК. Она подчинялась министерству связи. И мне Константин Иванович говорит, Эдуард, давай, иди туда. Чего ты, все-таки замминистром будешь? В 1993-м Эдуард Островский становится заместителем министра связи Российской Федерации. Но и на гражданской должности военный связист Островский выполняет самые настоящие военные задания. Я в Чечню приехал уже при Булгаке еще. И когда Первая война, когда все было разрушено полностью, Булгак сказал, мне латать не надо старьем. Сразу делайте все новое. Потому что латать ничего не будем. Будем делать новую связь. И мы в Чечне создали новую цифровую связь. Вплоть до того, что уже при реле мы не прокладывали. Не простые кабели, а волоконно-оптическую связь делали. Все делали по высшему классу. Цифровые релейные станции, спутниковые станции, станции сотовой связи стали делать там. То есть современную инфраструктуру связи. Генералов в России очень много. Но таких, как Островский, это только один Островский. Это фонтан энергии, фонтан инициативы. Фонтан умения делать невозможные инициативы. Фонтан того, что просто простым людям редко можно соотнести. Островский внес большой вклад в организацию Министерства связи. Он пришел к нам в самые тяжелые времена, когда начинались неприятные события на Кавказе. Он проявил невероятное мужество, проявил стойкость, проявил с присущим ему юмором такое отношение к тяжелым, критическим ситуациям, когда он поддерживал всех, кто был вокруг него, когда он организовывал связь под пулями, под снарядами, жил в палатке, которая была несколько раз прострелена. Он как бы влетел в отрасль связи гражданскую, влетел со своей энергией, со своим темпераментом, я бы сказал, который, в общем-то, зажигал всех. Первую войну все сделали и вышли оттуда. Была команда, помните, этот Хасавюрт, когда Лебедь заключил перемирие, и эти бандиты вернулись сюда. И потом они опять начали возрождать свои, так сказать, амбиции. И началась вторая военная кампания. В результате второй войны все, что было создано, все было уничтожено. Пришлось все создавать опять снова. Он прошел всю Чечню своими ногами, а именно так, что участвовал и на фазе военных операций, и в фазе восстановления. Ведь вся сотовая связь, которая сегодня в Чечне, это создана, можно сказать, вот, инициативой энергии Эдуард Георгиевич. В условиях боевых действий в Чечне особенно остро возникла необходимость создания закрытой конфиденциальной связи для своих, командования, силовых структур, пуревых офицеров. Конфиденциальная связь, она решила многое задачи, вот, получила большую значимость, потому что все переговоры перехватывали, связь была открытая. Вот, если, допустим, надо послать машину в какой-то район, боевики знали уже, что в таком-то часу приедет туда машина или туда направляет то-то, туда, то есть они владели всей обстановкой. Они перехватывали, уничтожали, забирали и так далее, потому что они все это слушали. А когда появилась со всеми районными центрами конфиденциальная связь, то у них, они потеряли все, у них не было никакой информации. И тут улучшился процесс управления. Это значительную роль сыграло восстановление Чеченской Республики, сохранило многие жизни и позволило решить очень много задач, конфиденциальные, сотовые связи. В Чечне это сложнейшие комплексы нужно было решать. Это не только боеготомность и возможность сохранения наших жизней, гражданских людей, но уметь надо восстанавливать связные комплексы. Выступив инициатором создания конфиденциальной связи, генерал Островский начал активно продвигать жизнь в свою столь жизненно необходимую идею. Я выступал на оперативном штабе у Патрушева и сказал, необходимо ввести закрытую сотовую связь, мобильную, чтобы была трубка, и можно было по трубке этой со всеми разговаривать, и трубке дать, и ФСБ, и МВД, единые ключи, и дильная связь. Это был самый легкий вопрос решить. И поддержал этот вопрос Шойгу, министр по чрезвайну, он вопрос сказал, что это важно, цена вопроса. А цена вопроса, мы сказали, 20-40 миллионов рублей. Это не такие большие деньги, потому что потерь было больше, жизнь людей стоит дороже. И, конечно, Шойгу поддержал, и Патрушев поддержал. Обратились в правительство, и правительство выделило эти деньги, и мы начали делать эти трубки. Завод, значит, Атлас при ФСБ, который был, начал изготавливать эти первые трубки. Мы испытали, первое испытание через полгода уже прошло. Человек рисковал своей жизнью, человек очень много делал для того, чтобы восстановлена была связь Чеченской Республики. Человек был под пулями, под снарядами. Человек, который давал с собой пример всем, кто был с ним рядом. Конфиденциальная, закрытая сотовая связь в Чечне, родоначальником которой стал Островский, начиналась не совсем привычным способом. Поначалу хорошо всех знакомых мобильных трубок не было и в помине. У нас не осталось тех старых чемоданов конфиденциальной связи, которые, когда уезжали, они были громоздкими, весили где-то порядка 5 килограмм. И, конечно, военные коменданты, теперь, значит, эти самые товарищи, которые работали главами администрации, с собой их не носили. Они были неудобные. И часто закрывали в сейф. И были жалобы поступали, что конфиденциальная связь плохо работает. А потом уже вышли, сделали вот такие телефоны, которые можно носить в кармане, ничем не отличающиеся от обычного телефона мобильной связи. И на него можно выйти в любую точку мира. Его талант проявился во время чеченских событий. До сих пор отрасль живет и функционирует по документам, по руководящим документам, которые были разработаны с непосредственным участием Эдуард Георгиевича и под его непосредственным руководством. Я во все районы и центры ездил и не боялся. Правда, я ездил как? Тебетеечка, кепочка, машина, запорожец, никаких охран, никаких БТРов, ничего. Я ездил с группой чеченцев. И приезжали мы восстанавливать связь. Связь нужна и боевикам, всем нужна. А потом, когда уже слухи дошли до того, что тут орудует восстановлением связи Островский, почему-то назначена была Дудаевым цена, по-моему, 40 тысяч долларов за мою, если меня поймают и привезут, или голову мою и так далее. А я не согласился. Почему 40 тысяч? Не 50, не 100, а 40. Я не руководил восстановлением связи. Я вместе с ними работал. Я вместе с ними ее восстанавливал. В 2002 году за большие заслуги постановлением правительства Российской Федерации генерал-лейтенанту Островскому было присуждено звание Героя России. Единственный в отрасли связи получил звание Героя России. Он проявил свой организаторский талант, знания, умения, чтобы там восстанавливать связь. И, в общем-то, много сделал под пулями. Все удалось ему там решить поставленные задачи успешно, за что страна его и наградила самым высоким званием Героя России. Ему, как никому, удалось сочетать в себе черты организатора связи и военной связи, и гражданской связи. И он стал Героем России в очень тяжелое, трудное время для нашей Родины. Те задачи, которые ставило перед нами государство, президент, правительство, особенно в горячих точках, это Чечня, Осетия, Абхазия. Мы, вот благодаря его ответственности и понимании задач, выполняли всегда точно и в срок. Когда я уже поступил в училище связи, у нас вечера были, часто проводились. Мы случайно, в дождливую погоду, я после наряда, значит, быстренько переоделся, и мы своим другом Дармахвалом, Колей, во Львове, зашли в дом офицеров. И я так смотрю, везде все, потом раз в уголок смотрю, девушка необыкновенной красоты, такой красоты, я вообще... Вот как розмари мне, значит, розмари мне нравилось. А у меня под впечатлением розмари, мне понравилась музыка розмари. Индийский зов из Ромбарии. Я всегда один куплет знал этой музыки чуть-чуть, всегда от себя всю жизнь написал, и ассоциировался мне вот этот образ розмари. И я посмотрел, ну, копия, то, что мне нравится. И я пробрался, она в другом конце, такая заселена, с подружками стоят, думаю, иду, думаю, хотя бы никто ее не пригласил. И добрался, и пригласить ее успел. Мы встречались всего два месяца, и он говорит, все, паспорт при тебе? Я говорю, нет. А как мы сейчас едем? Я говорю, куда едем? Бегом за паспортом. Я за паспортом, бежала, сели в машину, едем. Куда мы едем? Мы едем, говорит, заявление в ЗАГС писать. Как заявление в ЗАГС писать? Мы никогда с женой не говорили, я ей, что я тебя люблю. Так просто банально. Или она мне, что вот я тебя люблю. Этого не надо делать. Я и так чувствую, что я ее люблю, и она эту любовь чувствует. По заботе, по вниманию, по всем делам, которые происходят, все делается так, что это делается только с любовью. Если у нее какая-то случится беда, и она чувствует, как я переживаю за это дело. Или со мной, если что-то случится, какие-то трудности, она тут же рядом. Все года, вот я не могу припомнить хотя бы один год, чтобы у нас что-то было плохо или не так. Хочется пожелать, чтобы они с мамой еще долго-долго вместе прожили. У них все время возрождается что-то новое. Поэтому вот на это смотришь и учишься. Как нужно жить через 40 лет? Когда я выбирал путь в жизни, естественно, ему интересно, наверное, было бы, чтобы я все-таки пошел по его стопам. Но имеется в виду именно по связистским. Потому что я и пошел, стал офицером. И мне очень хотелось где-то, будем говорить, с риском, что ли, для жизни. Сначала я хотел летчиком быть, потом пошел в контрразведку, в СВР работал. Так вот, когда я был в армии и принимал решения, конечно, папа принимал активное участие в моей жизни. И он спрашивал с таким, ну, очень глубоким интересом в глазах. Ну, все-таки, сынок. А я заканчивал учебку связи. Это была первая моя срочная служба, первые полгода. И ему, наверное, интересно было бы узнать, все-таки связь мне понравилась. Мне было очень тяжело его огорчать. Я сказал, пап, вот ты знаешь, мне бы все-таки хотелось стать военным контрразведчиком. Он подумал и говорит, ну что ж, сынок, я думаю, что твой выбор правильный. Валерий и Лолита, дети Эдуарда и Нины Островских, это семья Островских лишь во втором поколении. Счастливый дедушка нарадоваться не может успехом многочисленных внуков и внучек. У нас все было ради детей. И воспитывали, мы смотрели в будущее, что они должны себя в будущем быть, кем они и как они должны быть. Не смотрели, мы, допустим, не занимались угодничаем, вседозволенностью детям. А какие-то ограничения были использованы лишь для того, чтобы их направлять в то русло, которое надо, не давать им уходить туда-сюда, а направлять их развитие в правильном направлении. Вот только в этом были ограничения. А в основном была собственная инициатива детей. Любит шутить, он такой веселый. Хотелось бы, чтобы он еще жил долго-долго, очень долго. Чтобы у них с бабушкой все время в мире жили. Ну и счастье, чтобы на работе не так уставал. Он наидобрейший человек, вообще самый добрый человек из всех, которого я знаю. Заботливый, всегда поможет в трудную минуту, что-то подскажет, совет даст. Конечно, таких, как он, таких надо беречь. Таких больше нет. И я его люблю очень сильно. И хотелось бы ему пожелать, конечно, долгих лет жизни, еще много-много. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы еще чуть-чуть нам, нашу жизнь погрел, нас немного. Потому что он нас вдохновляет постоянно и везде, и всегда. Вот, и без него, конечно, было бы трудно. Вот, а он у нас, у нас как лучик в тучах. Он всегда готов поддержать, всегда может успокоить, помочь. Он всегда рядом, всегда поможет. Порой родители на работе, а вот позвонишь дедушке, спросишь, ты, Дуль, как мне вот тут поступить? Так, как правильнее? Какой выбор мне, как бы, принять? Он не теряет вкус к жизни. Свои 75 лет, вот, он живет, он полон энергии. Вот, и это настолько прямо завораживает, что удивляешься и восхищаешься им постоянно. Он очень любит детей, и для него, чем больше было бы у него внуков, тем вот было бы ему радостней. Он все делает для семьи. А о себе, он думает, в самой последней очереди. Поэтому мы сейчас видим то, что он свои уже года, он до сих пор работает, работает как молодой человек. Вот, и молодым дает фору иногда даже, да, по своей энергетике. Ну, я всегда очень комфортно чувствую себя в этой семье, и чувствовала комфортно. И с первого дня, в общем-то, меня папа называет дочкой. У нас нет таких названий, как свекор, свекровь. Я их называю папа с мамой. И очень мне тут комфортно, как бы, в этой семье. Он замечательный свекор, знаете, наверное, вот, можно сказать, идеальный. Потому что вот за 13 лет семейной жизни у меня не было ни разу никакого, не то что конфликта, вообще даже недопонимания. Я очень полюбил эту песню, с которой я, судьба меня связала моя жена. Это индийский зов из оперета розмарей. И я специально купил рояль, ну, как бы, для дочери. Дочь у меня играет, она кончила, она часто приезжает, все, для того, чтобы разучить эту песню и посвятить ее своей жене. Дочери. 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 Да. Дочери. Основатель огромной дружной семьи, генерал-лейтенант, герой России Эдуард Островский появился на свет 20 декабря 1935 года в Тбилиси. Когда мать из Киева уехала и приехала в Тбилиси, она взяла себе фамилию Островский. А тогда в 1934 году, помните, Островский, Островский, Николай Островский. Она считала, чтобы первая быть в списках, назвала Островской себя. А Островской не бывает, вот Островская. Ну и вот она себе взяла такую фамилию. И потом ей сделали документы, и так она стала не Островской, а потом ее исправили и сделали Островскую. И так она стала Островской и Людмилой Николаевной. Вот так я стал Островским. Ну, фамилия непозорная, хорошая, я горжусь этой фамилией. Всего три класса, но она была очень грамотная женщина. Она была такая властолюбивая, она меня дисциплину требовала. Она такая была, заставляла меня, учила очень нормальным правилам в жизни, порядочность во мне вырабатывала. Очень много она мне давала хорошего читать. Я очень много в детстве перечитал книг. Мать находила книги хорошие, интересные. Вот, я читал эти книги. И помню, два капитана мы с ней читали, я был где-то в пятом классе. В маленькой, шестиметровой комнате Эдуард вскоре остался один. Но, несмотря на все свалившиеся на него многочисленные тяготы, не пал духом. Мать у меня, значит, была арестована в 52-м году за мелкую спекуляцию, как назвали. Мы жили бедно очень. У нас была комната, туалет был на улице. Все, она поехала с какой-то женщиной менять вещи, покупит вещи, туда поедет, там яйца купит на эти вещи. Яйца продаст, что-то заработает. Вот такой мелкий оборотик. Ну, а тогда, знаете, 1953 год при Сталине, все это дело было жестко. Считали спекуляции. Это же не та спекуляция, где там сотнями... За 200 яичек она, значит, купила 200 яичек, заработала. Везла сюда 200 штук яиц. И за это ее посадили. Дали что-то 5 лет, по-моему, тюрьмы. И я остался один. Вот, я тогда пошел в вечернюю школу, пошел учиться уже и работать пошел. И так началась моя трудовая жизнь. Именно тогда юный Островский сделал первые шаги по дороге своей судьбы. Когда появились первые приемники детекторные, помните, да? Вот, я из конфетных бумаг шоколадных делал конденсаторы, вот, и диод покупали, первый звук. Один провод подцепили к трубе, ну, видно, наводки были. А мы обрадовались, что сделали приемник с другом. Именно с детских увлечений и начался путь Островского в большую связь. Парень один работал тоже со школы, тоже ушел, работал учеником мастерской связи. И мы с ним встретились тоже на тренировке. И он говорит, пойдем, я тебя познакомлю с директором ДРТС, и пойдешь к нам работать. Там еще одна должность вакантного ученика. И так я поступил в ДРТС, дирекцию радиотрансляционной сети, поступил туда на работу. Ну, вначале им нужен был работник по копать ямы. Я был здоровым парнем, копать ямы, столбы, ставить линии, воздушки прокладывать радио, эти самые, трансляционную сеть. А уже к зиме меня взяли туда, в мастерскую. И так я до призыва в армию работал в этой радиомастерской. А потом, когда призыв был, меня взяли в войска связи. Я поступил в Феодосию, в учебный батальон связи. И так стал связистом. После службы в армии, Эдуард находился на перепутье. Ему очень хотелось стать настоящим профессиональным связистом. Но вот только каким? Военным или гражданским? Его больше тянуло в вуз гражданский. Но судьба распорядилась по-иному. Решил сделать прогулку в Вольготную, сезать в Ульяновск. Так отметиться, но не поступить. Но когда туда приехал, командир взвода пригляделся ко мне. Меня туда сделали старшиной этой роты. Я командовал этой ротой. Когда сдавали экзамены, я вместе с ними проходил не экзамены, а как бы собеседование. Но там было все продумано. Командир роты сказал, этого парня я должен взять к себе. И, значит, когда вывесили оценки, получилось, что я принят в училище связи. Ну, я хотел уехать, не хотел вроде бы так вначале. У меня какие-то сомнения были. Но у меня один Кобелев, командир взвода, мой будущий, говорит, ну зачем тебе надо? Ты окончишь училище, тебе не надо не думать о жилье, о питании и так далее. Ты будешь здесь на всем государстве. А потом захочешь, уволился, у тебя уже специальность. Техник по ремонту радиопаратуры. Твоя мечта жизни. Ты же мечтал, мечтал. И я остался. И закрутилось. По окончании Ульяновского училища Островский направлен в войска связи ПВО, где вскоре стал заместителем начальника штаба УСЛА связи. Затем поступил в Академию связи. После вуза стал командиром батальона связи в Волгограде. Затем заместителем командира полка. Потом главным инженером Северной группы войск. Затем одна из высших должностей, заместитель начальника связи вооруженных сил. Потом приехал Аким Акимович Асеев. Это прекрасный, замечательный человек. Это действительно, вот из всех руководителей, с которыми я приходил служить, это был самый культурный, самый образованный, самый грамотный. У него была высочайшая культура отработки документов штабных. Те документы, которые мы отрабатывали с ним, он меня показал, какие он отрабатывал, будучи начальником в Беларуси войск связи. Это был, конечно, прекрасный, прекрасный опыт у него работы и все. Я у него очень многому научился. И после того, когда я прошел школу с Аким Акимовичем, мне никакой, ничего не мешало в дальнейшей службе. Свой ход конем Эдуард Георгиевич сделал в Закавказском военном округе. Собралась оперативная группа, на нее приехал маршал войск связи Куликов. И вот школа Асеева дала знать. Я сделал пять схем, в картинках взял хороших художников, нарисовали горы, на одном кабель, на втором плакате нарисовали вертолеты, воздушные командные пункты, ретрансляции. На третьих нарисовали, значит, командные пункты в поле и так далее. Вот таких пять картин сделал. И вышел, и по каждой картине рассказывал эффективность каждого вида связи. И Куликов встал генералами, смотри, вот видишь, говорит, наконец, говорит, мы разобрались, какой вид, когда связи есть, когда хочешь, говорит, смотри, какой у тебя хороший подполковник. У нас во все бригады, полки, во все дивизии с оперативного пульта шло оповещение в течение полутора минут до всех абсолютных частей и с подтверждением обратной информации, что все прибыло. И 10 информаций о каждом полку, когда он вышел в запасный район, когда он вышел в район сосредоточения колонны и так далее. Там много разных задач было. И все это у оперативного высвечивалось. И карта была, которой указкает Кнешь, и сразу координаты в этом месте определялись. Совсем скоро Островский стал заместителем начальника гражданской обороны на Украине, откуда его перевели на должность заместителя начальника гражданской обороны СССР. Затем Афганистан. Чечня. По окончании двух чеченских компаний в 2002 году Эдуард Георгиевич уходит на гражданку. Уходит, продолжает заниматься вопросами конфиденциальными, военными. Закрытая федеральная подсистема конфиденциальной сотовой связи по-прежнему находится в его компетентном ведении. Вот я когда пришел в Мегафон, я продолжал заниматься той же проблемой, которой занимались мы в Чечне. Начали с одной вышки и закончили. Сейчас уже там более 500 вышек стоит. Мы решаем очень много вопросов. Мы взаимодействуем с ГАИ, с МВД, взаимодействуем с Министерством атомной промышленности, взаимодействуем с ФСБ по нашим специальным программам. У нас очень много различных специальных программ. Мы по своим специальным программам можем передавать отпечатки пальцев, базу ГАИ, какие машины, передавать видеонаблюдения, охранные сигнализации. То есть у нас очень много специальных различных программ. Вот, сопровождение грузов. Этот телефон отличается чем? Здесь вот ключик есть. Если на этот ключик нажмешь, значит, будешь работать в закрытом режиме. Шифрация осуществляется с трубки на трубку. Здесь вся, все мозги здесь, шифраторы, все стоит здесь. В обязанности заместителя генерального директора такой огромной и мощной бизнес-структуры, как Мегафон, входит решение большого количества задач. Мы занимаемся вопросами подготовки и проведения всевозможных саммитов, которые проходят на территории Российской Федерации, экономических форумов, где необходимо обеспечить закрытую мобильную связь. Там, где принимает участие правительство, администрация президента Российской Федерации. Все пользуются вот этими услугами нашей мобильной связи. Вот. И сейчас вот будет организована Олимпиада 2014, где Мегафон является основным главным партнером этой Олимпиады. И, значит, там помимо всех других видов связи открытой и закрытой, там будет впервые развернута система связи четвертого поколения, 4Ж, которой еще нигде не нет вообще в мире. А вот у нас будет уже на Олимпиаде в 2014 году уже будет. Мы уже сейчас получаем частоты, уже, значит, разрабатывается оборудование. В жизни я военный связист. Вот я вам скажу, нельзя разделить, вот особенно военную составляющую, когда я был в армии, потому что без рук управления, без твердой команды, без требовательности высокой нельзя было достичь ничего. И душой, и телом Эдуард Островский остался и остается военным связистом. И вместе с ним к новым творческим победам идут и его друзья. Это отзывчивый, это человек душа, это человек, к которому можно обратиться с любыми вопросами, это человек, который в любой ситуации всегда придет на помощь и всегда сделает все, что только можно сделать в этой самой ситуации. Он, у него, по-моему, нет врагов и, в принципе, быть не может, потому что он коммуникабельный. Меня лично поражает его энергия, такая неуемная энергия, его колоссальная коммуникабельность, его доброжелательность к людям, причем ко всем людям, его желание бескорыстно помогать тем, с кем его сводит судьба. Это его отличные качества. Основная черта вообще неуемная энергия, он настолько энергичен, что для него вообще нет нерешаемых вопросов. Я скажу, он смел, он дружественен, он ярок. Скажу, что он достиг большого успеха и военной службы. Он очень храбрый, прекрасный семьянин, прекрасный. У него очаровательная жена, Нина Аркадьевна. Прекрасные дети, внуки. И я очень горд и счастлив, что мы с ним дружим. Это удивительная личность, отличный тамада. У него великолепное чувство юмора, которое он не теряет ни в какой ситуации. Эдуард Георгиевич – великолепный рассказчик, великолепный человек, коммуникабельный человек, который очень много знает и всегда интересно передает свои знания окружающим. Я считаю, что мы всегда ценим то, что делает Эдуард Георгиевич, помогая нашему университету. Очень надежный, боевой товарищ, верный, очень узнаваемый и любимый многими связистами нашей Родины. Но Эдуард Георгиевич – это личность, которая всегда пышет здоровьем. Это человек, который всегда заряжает положительной энергией. Он умеет очаровывать, он умеет влюблять себя людей, он умеет делать людей единомышленниками. Советен себя проявлял настоящим связистом, настоящим мужественным офицером. И не случайно от его деятельности получила столь высокую оценку государства, общества и, наверное, первому из гражданских связистов было присвоено высокое звание Героя России. Он всегда придет к тебе на помощь и поможет. Так что только хорошие слова об этом человеке я могу сказать. Если бы мне сохранить к его годам такую энергетику, я бы был, наверное, самым счастливым человеком. Потому что он невероятен. Просто невероятен. Так невозможно. Просто так невозможно. В его возрасте и быть таким обаятельным, целеустремленным, четким, и главное, что деятельным. Самое главное, что все, за что бы он не брался, все довольно до конца. Он отличается, самое главное, не тем, что он, конечно, генерал, не тем, что он тамада, а тем, что он очень активный человек. И вот эта жизненная, активная позиция, я думаю, каждому, кто ею обладает, добавляет года жизни. Это человек, который очень общительный. Он очень много лет был тамадой. Пока не ушел мегафон с заместителем генерального директора, он всегда у нас был, можно сказать, официальным тамадой. И все столы, ну, жизнь такая, что помимо работы еще есть и праздники, и все эти праздники он всегда, значит, был тамадой. Это тоже, я считаю, высокая честь, потому что на уровне руководителей ему дают предпочтение, что он может организовать хорошее застолье. Эдуард Георгиевич был всегда на острие всего нового. Он создал такую большую семью. И, несмотря на то, что он уже все-таки достаточно взрослый человек, так скажем, он выделяет столько времени семье, опекает и детей, и внуков. Тарагиевич, бессменный тамада, множество телекоменционных событий. Он нас научил всех включать троекратное «Ура!». Когда собирается большая компания, все его просто обожают. Ну, я знаю его возраст, наверное, вы тоже знаете, но это все обман. Мне кажется, он нашел какой-то эликсир вечной молодости, что позволяет ему быть постоянно молодым, энергичным, темпераментным. Эдуард Георгиевич сумел внедрить последние достижения в армии. Несмотря на то, что вот в 90-е годы был провал с финансированием, несмотря на то, что в тяжелейших условиях шла война и в Афганистане, и в Чечне, он сумел сделать связь такой, чтобы наши войска, наши воины не гибли по-напрасну. Он исполнил и исполняет свой долг красиво, грамотно и является примером для нас, для более молодого поколения воинов-связистов. Президиум Всемирной Академии иного комплекса безопасности определился по одной из лучших наград, из наших основных наград нашей Академии. Он получил орден, уникальный орден за верность долгу. Он правда верен своему долгу всю сознательную жизнь. Побольше бы таких людей с такой энергией и целеустремленностью, как Эдуард Георгиевич, и чтобы любой из нас в таком возрасте мог вот так трезво, здраво, с пониманием и с желанием работать и уметь руководить тем блоком, который ему доверено, это многим примером. Для меня, конечно, это учитель прежде всего, это человек, который, ну, как, можно сказать, даже и как отец, я отца все время потерял, он много меня в жизни как бы научил, много помог, много дал правильных направлений. Надо окружать себя друзьями, надо верить людям, надо иметь такое отношение к людям, чтобы чувствовать обратную реакцию от людей и положительную. Общение с людьми это самое главное в жизни, надо общаться с людьми, не замыкаться в себе, общаться, доверять, окружать себя друзьями, быть полезным для друзей, это очень важно. Эдуард Георгиевич всю свою жизнь вбивается результатов в решении задач любой сложности, которые ставят перед собой. Проявляется это не только в профессии, но и в спорте, в организации досуга. Конечно, у меня была гребля. Я достиг больших титулов, стал мастером спорта, чемпионом юношеских спартакеат, чемпионом взрослых спартакеат, спортивных обществ Украины. Вот. Это профессиональный был вид спорта для меня. Я оборудовал спортивный зал. Вот. У меня здесь все, так сказать, есть. Рядом у меня бассейн. Тоже подготовлен, там есть, он не короткий, но там есть движок, который гонит воду, можно плавать. Есть сауна, все приспособлено, бильярд, это все для развития. Я никогда не задумывался насчет возраста. Как-то она, жизнь идет, идет. Для меня главное это работа, для меня это активная жизненная позиция, это друзья, это коллектив, это физические нагрузки, дозированные, без перегрузок. Все это поднимает настроение и не думаешь, сколько ты прожил и сколько тебе еще жить надо. С дедушкой мне всегда было как со своим другом, то есть родители, там уроки, занятия, учеба, а дедушка всегда со мной на Кипре научил меня плавать, научил меня играть в теннис, пинг-понг, настольный теннис, бильярд, то есть он, грубо говоря, мой учитель по жизни. Я очень люблю играть в шахматы, я, кстати, был в школе чемпионом школы, в пятом классе, нет, да, в пятом классе я стал чемпионом школы по шахматам, потому что мы на улице с другом свили, подходили к витрине, на первом этаже витрина была, и там за стеклом играли в шахматы, и мы смотрели, и интересно было, какой следующий ход, какой следующий, во дворе научились играть в шахматы, а там смотрели, как в шахматы, и так научился, наловчился играть в шахматы. Я даже иногда играю с ним на стольный теннис, когда приезжаю. Денис у нас учится сейчас на первом курсе университета МГУ, Алексей, сын Валерий, он должен подъехать, сейчас принимает участие в финале первенства по футболу в городе Москве, футболом, теннисом занимается, кстати, Денис у меня плаванием занимается, все такие спортивные люди, потому что дедушка тоже мастер спорта в прошлом погребле, чемпион Украины, чемпион центрального спортивного общества, буревестник, вооруженных сил, так что я спортсменом была, мама у меня, жена моя, тоже спортсменка, художественной гимнастикой занималась, вот, так что тоже чемпионкой спартакиада среди юношей на Украине выступала. В 75 лет он ни внешне, ни внутренне не выглядит на свои годы, потому что он всегда был человеком, который очень любит жизнь, всегда ее любил, и даже когда ему мама моя, наверное, как любая женщина хочет, наконец-то, чтобы он осел и уже был дома, и говорит, может быть, пора уже, ну, Эдуард, дома, спокойно, на пенсии, будем с тобой тихонечко, созывать детей, как-то столы, шашлычки, он говорит, ну, как же, а работа? я должен работать, пока я живу, то есть он не может жить без людей, без того, чтобы приносить людям свои способности, свою пользу. Выдающемуся связисту нашего времени, прекрасному человеку и семьянину, настоящему двигателю прогресса, тонкому стратегу и тактику, умелому игроку и специалисту с большой буквы Эдуарду Георгиевичу Островскому 75, всего лишь 75. Я планку поставил себе 100 лет, я, конечно, может, и не доживу до этого, но поставил планку такую 100 лет, потому что, когда я был маленький, мама меня купала в тазике, вот, вот, будешь, говорит, купаться, на солнышке вода нагревается в тазике, и я купаюсь в лоханочке, в Тбилиси мы жили, и говорит, будешь купаться, будешь жить, а я спросил, а сколько человек живет? Мне было года 4, я помню, и она мне сказала, человек живет 100 лет, вот, я с тех пор понял 100 лет, вот эта планка, теперь каждый год, который я доживаю, вот, например, после 50, я начал считать, мне 49 лет, в 52, мне 48 лет, и я веду обратный отсчет к этой планке, и я этой планке радуюсь, к этому возрасту, что я, я не угнетаюсь, ой, уже 75, уже 75, а я говорю, уже 25 осталось до 100. Герой России, кавалер орденов мужества, почета, красной звезды, восьми медалей, четырех орденов республики Афганистан, заслуженный работник связи Эдуард Островский, всегда на коне, свою партию у судьбы, он выигрывает уверенно и с большим отрывом, мечта юного связиста давно стала реальностью. Мне кажется, что это зародилось еще в генах. Это моя должность, я так в этой, с этой, со своим ростом, развитием вместе развивался как связист в будущем. Я благодарен судьбе своей, что я стал связистом. Связь – это такая отрасль многогранная, многогранная, широкопрофильная, что в ней можно найти себя во всех ипостасях. Здесь можно дойти до любого ранга, до любого направления, потому что связь – это все. Это и управление, это и техническая подготовка, это и интеллектуальная подготовка, это связь все охватывает, это интернет, это Wi-Fi, Wi-Fi, там любые сферы деятельности, человек, который познает истинные связи, элементы связи, он становится настолько эрудированным во всех отношениях, что ему легко определиться не только в связи, а в других отраслях, которые без связи ничто не могут делать. Поэтому я всем желаю пройти школу связи, она никогда не помешает человеку в жизни. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok